Даже в будний день мы застали здесь десятки туристов, причем большинство из них из Китайской Народной Республики. Всех их притягивает уникальная особенность этого пляжа, а именно отшлифованное временем и морем разноцветное стекло. Судьба знаменитого пляжа Стекляшка в пригороде Владивостока всерьез беспокоит приморцев. Сошедший на нет из-за пандемии ковида и закрытых границ вопрос с возобновлением турпотока вновь стал актуальным. Проблему видят в том, что разноцветные стеклышки уезжают вместе с многочисленными туристами, как правило китайскими. Антон ежедневно продает напитки и еду неподалеку. Успел составить собственное мнение на этот счет. 500 человек где-то в день, китайцев. Что вот правда мешками вывозят камни, вот как вы можете, видели вообще такое? Ну не мешками, но один-два камушка берут, некоторые бабушки пакетик набирают. Что вот можно сделать, чтобы этого не происходило? Плакат по-китайски, к примеру, большой на въезде, что брать стекушки нельзя по-китайски, чтобы они понимали. Ну нельзя вывозить наше достояние, как говорится. Да, можно взять два-три штучки, но не мешками и сумками, я так считаю. Я сам с Краснодара, даже в Краснодаре обсуждают этот пляж, эти стекла, то, что приезжают, мешками набирают и к себе домой увозят. А вы откуда? Из Сургута. Вот так вот, неожиданно. Что про пляж можете сказать? Знаете, как он появился у нас в Приморье? Ну да, читали про него. Свалка была раньше. Вот приехали посмотреть на свалку Приморья. Еще лет 15 назад это место люди старались обходить стороной. Все дело в свалке. Ее в 60-е годы разместили неподалеку, прямо у моря. Старожилы вспоминают, при ветреной погоде запах стоял такой, что находиться на берегу было невозможно. Однако помог, как ни странно, симбиоз безответственности человека и трудолюбия природы, которая превратила мусор в драгоценность. Стекло на пляже появилось благодаря той же свалке, куда его свозили со всего города и местного фарфорового завода. К самиту АТЭС 2012 мусорный полигон рекультивировали. Неприятные запахи исчезли, стекляшка заиграла новыми красками. Очень красивый пляж. Это так красиво. Мы хотим взять камни в память о море. Возьму в качестве сувенира. Такая красота. Нам они нравятся, потому что они такие разноцветные. Может быть, пожилые люди берут, но лично я не взял ни одного. Так много прекрасных вещей в разных странах. Не только в России, да и в Китае тоже. Когда видим что-то красивое, мы можем сделать фото или видео, но не забирать предметы оттуда. Ведь это просто невежливо. Справедливости ради стоит отметить, что и российские туристы берут с собой стеклышки на память. Считают, что две-три штучки не критичны для пляжа в бухте Стеклянная. Однако у городской администрации на этот счет иное мнение. Я хочу призвать людей проявить свою гражданскую позицию, отстоять этот уникальный уголок. Потому что вообще во всем мире два таких пляжа. Один в Калифорнии, один как у нас, где тоже так же образовался пляж. И не брать эти камешки. Не пройдет еще 10-15 лет, когда этот пляж превратится в обычный пляж. О том, что стекляшка может кануть в лету, приморские ученые говорят давно. И дело здесь даже не в туристах. Скорее всего, со временем под воздействием морской воды разноцветные стеклышки сотрутся до состояния песка. Ну а пока у жителей и гостей Владивостока есть возможность любоваться уникальным стеклянным пляжем. Речи о благоустройстве места сегодня не идет. Это территория Минобороны. Однако специальные информационные таблички с просьбой не вывозить стекло здесь все же установят. Об этом УТВ заявили в администрации города.